Добрый вечер, дорогие друзья. Передача новостей Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гилл Айвасадзе, и сегодня мой гость, политический аналитик Рубен Микробян. Приветствую, Рубен. Приветствую, Гилл Айвасадзе. Рубен, ну, эскалация происходит сейчас, я не знаю, как там, вот на данный момент, вот на данную секунду ситуация, эскалация произошла на границе между Азербайджаном и Арменией. Насколько это было ожидаемо? Насколько ты сам мог прогнозировать это? Потому что от нас, политологов, все ждут прогнозов. Я всегда говорю, что прогнозы – это дело гадалок, но, тем не менее, насколько это было для тебя ожидаемо? Или неожиданно? Ну, в таком случае, пока условия возникновения таких волн дестабилизации не ликвидированы, то возможность остается всегда. И лишь вопрос времени, когда и что, где вспыхнет. Вот в этом плане, да, ничего неожиданного не происходит. В конце концов, есть процесс, который пока что ни к чему не приводит. И в этом, конечно, я прежде всего вижу такую причину максималистской позиции со стороны официального БАКУ и имеем то, что имеем. На протяжении вот этих двух или даже трех недель постоянно шли сообщения о том, что вот сейчас будет встреча, вот сейчас заключат какое-то соглашение, вот сейчас будет какой-то прорыв, что-то сообщения шли, потом они опровергались, потом опять сообщения, потом опять заявления и так далее. Я даже для себя придумал мем «Любишь, не любишь», а в итоге… Я помню это из твоих передач. А? Я помню это из твоих передач. Да, да, да. В итоге в какой-то момент произошло так, что стало ясно, что пошла, значит, эскалация. И, в принципе, мы получили то, что получили. Вопрос такой, это была имитация того, что что-то происходит? Потому что, ну, для меня очевидно, я не знаю, насколько для тебя, но для меня очевидно, что, да, позиции Бакуа и Ирвана, конечно, важны. Но решалось то, что произойдет или не произойдет именно в Москве? Ну, с одной стороны, и да, а с другой – нет. Все-таки, да, Москва взяла на себя роль мирить непримиримость. Ну, на данный момент непримиримость. Ну, и удалось достичь того общего понимания, что все-таки коммуникации должны работать. И достигнуто понимание того, что функционирование коммуникаций – это полезно и для одной, и для другой стороны. При всем при том, что у сторон нет даже минимального уровня доверия друг другу, и это при том, что атмосфера вокруг, тем не менее, оставшегося конфликта, невзирая на заявления со стороны Баку. Эта атмосфера пока не предрасполагает к фундаментальным решениям. Но, тем не менее, это общее понимание есть. Ну, фундаментально… Да, это с одной стороны. Но есть и другая сторона вопроса, что, да, Азербайджан не оставляет своих попыток отжать все, что можно и все, что нельзя, пользуясь фактором своего военного успеха в 44-дневной войне. И пока этот фактор остался, Азербайджан хочет использовать этот фактор по максимуму. Вот где получится откусить – откусить. Ну, вот логика такая. В принципе, у меня складывалось впечатление, что для Азербайджана был принципиально важен по итогам войны получить дорогу, коридор из западных районов Азербайджана в Нахичевань дальше на Турцию. И вокруг этого в последнее время, и опять-таки, это мое впечатление, вокруг этого в последнее время шли основные, скажем так, баталии. Баталии, скорее всего, дипломатические. Ну, может быть, дипломатические, может быть, на уровне там не первых лиц, но вторых, третьих и так далее. И вот эту эскалацию можно ли рассматривать в принципе в контексте того, что так как эта цель не была достигнута, то потом пошла общая эскалация? Можно и так рассматривать, потому что этому предшествовало создание каких-то постов. это непонятно, это пограничные посты или таможенные, как они говорят, на участке дороги Горископа. То есть мы в этом усмотрели следующий пост. Ах так, раз из материковой части Азербайджана в Нахичевань дорога будет с двух сторон проходить через ваши таможенные пункты, и тогда у нас здесь тоже будет таможенные. Ну, окей. Логично. Армения стала строить альтернативную дорогу, и во многом там работа продвигается. Ну, видимо, и это навело какую-то вот фрустрацию на официальный Баку, и они решили вот поднять ставку. Что мы имеем дело? С чем мы и имеем дело? Это одна сторона. И вторая сторона, это вот такой вот знак. Снова здесь появился и шастает этот товарищ Пегов. И это сигнал того, что жди беды. То есть мы понимаем, что в этом обострении Россия является, в общем-то, не только и не столько примиряющим фактором, сколько бенефициаром вот этого обострения. Потому что вот эта игра в деэскалацию через эскалацию – это любимое занятие Москвы. Понятно, но Россия же, может, уже оказалась в несколько странном положении, потому что, ну, как бы… А, кстати, Армения обратилась все-таки к ОДКБ или не обращалась к ОДКБ? Потому что были и та, и другая информация. Обратилась к ОДКБ, потом была информация, что не обращалась к ОДКБ. Значит, сегодня было заявление секретаря Совета Безопасности Армена Григорьевна о том, что Армения обращается к России согласно договору от 1997 года. Нужно понимать, что особых ожиданий нет. Из Москвы будет сотня или тысяча объяснений, почему мы неправильно понимаем суть этого договора. И обращение в ОДКБ, понятно, что приведет к тому, что это пограничный инцидент, который не представляет собой причину для последующего вмешательства в защиту Армении. Это пограничный инцидент, а не агрессия против Армении. Тогда как произошло прямое вторжение на суверенную территорию Армении, причем среднего дня, совершен и совершается на данный момент просто акт государственного бандитизма. И наши так называемые союзники, это те, которые 9 ноября, не то 10-го, поздравляли Алиева с Днем Победы. Вот это все, что вы хотели знать об ОДКБ, но стеснялись спросить. Ну это эмоциональная составляющая по поводу Дня Победы. Я... у меня другая... Нет, это был факт. Другой вопрос насчет союзников. Почему за год они не... Ну, охраняя границы Армении с Ираном и с Турцией? А Турцией? Вообще, стоял вопрос по поводу того, чтобы российские пограничные войска встали, и тем более, что Россия говорит, что она будет определять. Ну, фактически, Бунин сказал, что Россия будет определять границы между Арменией и Азербайджаном, сказав, что у нас есть карты. Карты есть только у нас. У кого-то другого карты... Поверьте, значит, граница между Арменией и Азербайджаном это больше одной тысячи километров. Только тот участок, скажем так, новый участок границы, где границы не было до 2020 года на этом месте, и она появилась по итогам войны. Вот в Марзе-Сюмик, в восточную. Протяженность только этого участка, это 500 километров. И причем по резко пересеченной местности. Которое, да, не делимитировано и не демаркировано. То есть, давайте так. Российские войска находятся на границе с Турцией. Это мы воспринимали как фактор сдерживания Турции. Почему они стояли на границе с Ираном, для меня до сих пор остается непонятным, что они там делали? Турцией, ну, наверное, на основании договора какого-то так же? Ну, нет, это было в общем пакете. И они там, в общем-то... Это был не отдельный договор по иранской границе. Это вопрос иранской границы был в общем договоре. Да, как внешние границы СНГ. Типа, раз стоим там, там тоже должны стоять. Ну, наши говорили, окей, стоите. Хотя там на иранской границе работает наша таможня. И наш паспортный контроль. Не, ну, таможня понятно. Таможня, это же не погранбойска. Не, и паспортный контроль тоже наш. А вот, ну да, там есть и погранзаставы Руссии. В 2020 году стало понятно, почему это... Там оставалось столько, ну, в три десятилетия. Они... Да, рассматривали такую возможность. У них есть ряд постов, пограничных постов. То есть они там расположены не линией, а дискретно. В некоторых местах по всей протяженности вот этой новой части границы. Но сказать, что у них есть большое желание там реально защищать эту границу, конечно, нет. Потому что Турция это одна история. Иран совершенно другая история. А с Азербайджаном это вообще третья история. И у России, скажем так, разные намерения в этих историях. Да, вот в функциональном отношении разные. В одном случае России надо, чтобы там было плотно закрыто. В другом случае просто нужно, чтобы она там присутствовала. А в третьем случае мы видим, что такая вот управляемая нестабильность, да, она приносит пользу российским интересам в том понимании, в котором они имеют место. Вот, собственно, с чем мы и люди. Это очень важный момент, потому что вот пару дней назад буквально я беседовал с Давидом Степаняном, и он сказал о колючей проволоке. Колючая проволока, в принципе, ну между Арменией и Азербайджаном, сегодня шаг к этой колючей проволоке был сделан достаточно большой. Но колючая проволока, в принципе, возможно сейчас без инцидентов, возможно только с российскими войсками. А без российских войск это не колючая проволока, это окопы, это разные вещи. Так ведь? Да, я Давида знаю, с Давидом знаком. Ну, собственно говоря, да, при нынешнем положении вещей расклад получается именно таким-таким, описал Давидом. Ты не просто с ним знаком, вы вроде бы вместе работаете. Ну, да, да, да. Нет, я просто к тому говорю, что русским там, может быть, и будет выгодно зафиксировать статус-кво, зафиксировать, что вот так, показать всем, что Армении и Азербайджанцы никогда не смогут, кстати, сейчас это действительно так, но показать, что они никогда не смогут договориться, никогда не смогут. Я не говорю о дружбе, а прийти к каким-то цивилизованным отношениям, и поэтому мы должны быть постоянно здесь, на Кавказе, поэтому наша роль не где-нибудь там, в Карабахе даже, или не где-нибудь там, в Армении, а вообще на Кавказе, это мирить народы. Это вот, спаситесь мирные народы за гранью дружеских штыков. Ну, да, собственно, именно это, приблизительно это все так и происходит. И это так и происходит, пока Россия тут, скажем, занимается миротворчеством в реальности монополии. Понятно, что это миротворчество, это элемент реализации ее неоимперских интересов. И пока эта константа имеет место быть, то все, что ее сопровождало, будет сопровождать и дальше, пока условия не изменились. Вот, собственно, я думаю, что в этом я ничего нового не говорю. Друзья, ты знаешь, что один наш общий знакомый постоянно говорил, что у меня, говорит, такая репутация, что ее нужно чуточку испортить. В конечном итоге кончилось это скверно немного. Но вот я, ты знаешь, я почему это вспомнил? Я, ты знаешь, прекрасно, что я, мое отношение к Российской Федерации как к государству, к политике Российской Федерации. Я почему такое длинное вступление делаю? Чтобы ты понял вопрос, а может быть, при сложившейся ситуации, есть смысл, чтобы на какое-то время действительно Россия развела как минимум противоборствующие, конференцирующие стороны? Может быть, в этом есть... Другое дело, что вот с того момента, как это разведение будет, нужно думать о том, как из этого положения выходить, потому что столько времени не выходили. Но я не знаю, честно говоря. С другой стороны, я понимаю, что когда Россия кого-то разводит, то они обязательно столкнутся лбами. Ты сам себе противоречиваешь. То есть в вашем вопросе как раз весь этот дуализм или вся гибридность такого решения, как говорится, во всей своей красе. И даже самой постановкой вопроса ты делаешь бессмысленным ответ на него. Да, и так, и это. То есть единство противоположностей в одном флаконе. Да, да, да. Ну что, ситуация понятная. Будем наблюдать, что называется. Я надеюсь, единственное, что не будет больше жертв. На данный момент, пока напряженность сохраняется, вот на момент нашего разговора, во всяком случае, последние вот новости мы говорим, а у меня так из телеграма иногда выпирают, да, вот эти горячие новости, да, и я там смотрю, что напряженность остается. Да, пока напряженность остается, что? Стреляют. Ну да, стреляют, постреливают, да. Жертвы тоже есть. Да, я знаю. Раненые есть, есть полененные. Но я вот, я прошлую свою передачу новости Кавказа закончил тем, что я всегда говорю, что все будет хорошо, даже когда не вижу вариантов, как будет хорошо. Вот, пожалуй, сейчас скажу. Все будет хорошо, даже... Это Черчилль сам говорил, что я оптимист и не вижу смысла быть чем-то еще. Вот. Это правильно. Действительно. Большое спасибо, Рубик, за интересную беседу. Будьте спасибо. Сейчас я по более веселым поводам. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok